МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на столе комикс «Зелёный фонарь. Возрождение» издание Deluxe от автора Джеффа Джонса и художника Итана Ван Скайвера. Твердый переплет, матовая обложка с выборочным лакированием на ней и 232 страницы, на которых разместились все шесть выпусков оригинальной серии, а также дополнительные материалы в виде сценария первого выпуска, наброски и альтернативные набложки от Итана Ван Скайвера. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Азбука. Данная серия из шести номеров, по сути, вывела Джонса на уровень одного из самых востребованных и важных сценаристов современной супергероики. Причиной тому послужило в буквальном смысле перерождение героя, в кои-то веки соответствующее названию. Говоря о франшизе о «Зелёных фонарях», скажу от себя лично, что она довольно запутанная. И поэтому это отталкивает многих читателей от ознакомления, поскольку длительная хронология DC в комплекте с постоянными редконами и обилием персонажей действительно даётся довольно сложно. Джив Джонс решил изменить это, создав новую историю корпуса «Зелёных фонарей», не противоречащую старой, а лишь дополняющую необходимые для автора элементы. С этого начался его длительный ран, сделавший фонарей флагманским комиксом DC Comics на долгие годы. Раскрывать весь сюжет я не буду, но изложу основные моменты, делающие его незабываемым. Джонс возвращает в игру Хелла Джордана, главного фонаря Серебряного века. Джонс не просто воскресает Хелла, но и даёт читателю понять, что будучи злодеем-параллаксом на закате жизни, Джордан на самом деле был инфицирован инопланетным паразитом-параллаксом, слившимся с его душой. Вокруг параллакса, по сути, и строится первая треть рана Джонса. Для комикса, в основе которого лежит возвращение коммерчески выгодного персонажа, зелёный фонарь возрождения выделяется именно масштабом этого возвращения. Джордана многие ненавидят, но он именно тот герой, который нужен вселенной и корпусу. Другие фонари и просто крутые персонажи DC добавляют красок в повествование, особенно для уже знакомых с персонажами читателей, понимающих шутки и отсылки к старым выпускам. В этом комиксе акцент делается на четырёх фонарей Земли. Хэл Джордан, Джон Стюарт, Гай Гарднер и Кайл Рейнер. Перерождается не только Хэл Джордан, но и весь корпус вместе с общими врагами. Рисунки не могу назвать гениальным и сверх выдающимся. Однако для этого комикса, как и для многих других, Итан Ван Скайвер поработал на славу. Для рисунка современных фонарей нужен человек, способный свободно играть со светом. Я не имею в виду свет и тень, я говорю именно о свете зелёных фонарей, а точнее их колец. Каждый персонаж уникален своей историей и индивидуальностью, а в случае с этим комиксом ещё и воображением, ведь оно играет огромную роль в проекции их силы мысли. Эти детали художник уловил просто отлично. Эмоции, характер и профессии героев чувствуются максимально эффективно в создаваемых ими конструкциях и просто в оформлении мелочей. Этот комикс я могу рекомендовать всем, кто так боялся познакомиться с корпусом зелёных фонарей, ну и естественно всем фанатам Хэлла Джордана. Этот комикс и многие другие вы можете приобрести в магазине ComicStreet, ссылка будет в описании. Ну и как всегда не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео вконтакте, где, кстати, я выкладываю фото превью новых комиксов. Информационный партнер ComicStreet.